Музыка Середина проекта, да, мы прошли экватор. Чем дальше, тем интереснее становится, потому что кто-то теряет мотивацию, да, и пропадает. Кто-то наоборот, у кого-то второе дыхание открывается, они наоборот только сейчас включаются. Но я всем желаю удачи, мы ждем окончания и уверен, будет интересно. Что ж, эти полтора месяца дались участницам нелегко. Надо сказать, до середины добрались не все. Самые стойкие демонстрируют силу воли, целеустремленность и настоящую борьбу, иногда с собой. Этот ванильно-сахарный аромат, ну, занималась сама раз в полгода, честно говоря. Но результаты уже ощутимы. Не зря девочки не сдавались перед соблазном остаться дома или последовать зову ароматных булочек. Можно теперь, понимая, что поднажать еще, потому что нет предела совершенства. Вот, выполняю наказы тренера все четко. Дим Чудников прекрасный тренер. Вот. Поэтому только положительные эмоции и результаты радуют. Настроение как? Не было желания сдаться? Нет, сдаться нет. У нас атмосфера здоровой конкуренции. В целом девочки поддерживают друг друга, да и сами мы друг друга подбадриваем, видя результаты. Поэтому ни в коем случае не сдаться. Ну, результаты есть определенные. Конечно, всегда хочется больше. Но будем стараться, будем стремиться к большим результатам. Сейчас главная легкость появилась. Мышцы откуда-то нашлись. Приятные ощущения. Лично я вижу результат. Я вас полтора месяца не видела. Результат налицо. Каким трудом, какими сложностями это давалось? Или все легко? Нет, есть определенные сложности. Почти каждодневные тренировки, питание. Ну и, соответственно, поэтому, наверное, и заметны результаты. А что больше всего нравится в проекте? Занятие или дисциплина или сам дух соревновательный? Ну, наверное, определенный соревновательный дух. Ну и, соответственно, вот это чувство постоянно находиться в активном, так скажем, в жизненном тонусе. Полтора месяца еще осталось. Настрой как боевой или уже настроение немножко сдает? Были моменты, когда сдавала настроение. Были, честно признаюсь. Но отказываться не собираюсь от цели. Потому что очень хочется, чтобы порадовать сына все-таки на выпускном и поизмениться. Данила, расскажи о том, какие успехи у Елены, которая сегодня к тебе на тренировку пришла, за полтора месяца чего удалось достичь? Ну, во-первых, хотел бы отметить то, что она лучшая. Мне досталось три особо. Она ходит прям постоянно, как мы с ней списываемся, периодически добавляем тренировки извне. У Елены изначально были проблемы с коленным суставом и с гормоналкой, поэтому ей это все дается чуть сложнее. Но она эмоционально прям максимально заряжена, вот, работает. Ну что ж, она похудела, получается, у нас на 5 килограмм. В талии избавила, по-моему, на 7. В общем, есть успехи, а голландство осталось гораздо лучше чувствовать. Помимо этого, с коленным суставом мы с ней начали работать изначально для, грубо говоря, вначале решаем проблему с здоровьем, а потом решаем проблему с весом. И вот она стала здоровее за это время. Это называется индивидуальный подход к каждому. А теперь расскажи о том, может быть, советы даже какие-нибудь тем, кто желает похудеть. Самое простое – пить побольше воды, прийти к нам сюда в зал, позаниматься, собственно говоря, и начать отслеживать питание. Хотя бы просто понимать, что вы едите. Самое простое, и это будет гораздо лучше, чем различное огромное количество диет и всего подобного. Осталось полтора месяца. Как думаешь, есть у тебя претенденты на победу в проекте? Еле, но. Потихоньку мы все начинаем разгоняться, потому что суставы приходят немножечко в норму. Связки укрепляют, собственно говоря, гормоналка вроде пока категорически не отзывается к физическим нагрузкам. Результатом я, в принципе, я довольна. Да, многие говорят то, что это видно. Я и по себе вижу. Мне уже намного больше нравится отражение в зеркале, нежели чем был до этого. Больше стало выносливость, естественно. Давалось где-то тяжело, где-то нет. Но все равно очень много удовольствия я получила. Что тяжелее всего дается? Тяжелее всего, наверное, определенные упражнения, потому что не было привычки к этому. То есть с питанием все проще, потому что питание я придерживаюсь уже довольно-таки давно. Без погрешностей, естественно. А с упражнением, с залом, конечно, уже более тяжелее. Ну, мы влазим уже в то, что, да, лежало долго. Планы грандиозные. Не знаю, конечно, как это все на самом деле получится, но будем биться. Будем биться еще сильнее, чтобы привести себя вообще в идеальную форму. Потому что хочется еще побольше скинуть. Я не думала, что мне так это все понравится, сам процесс, что я так в него вольюсь. Я знала, что будет в любом случае тяжело. Но не думала, что будет так приятно, как оказалось. Что приятного ты нашла для себя вот в этих, скажем, физических упражнениях, которые мучительно навязывает тебе тренер Юля? Возможно, какую-то отдушину. Потому что, когда ты приходишь сюда, ты выплескиваешь весь негатив, и потом выходишь из зала, становится так легко и хорошо. Первое время мне было очень, на самом деле, тяжело себя заставляло сюда приходить. Но именно только приходить. Как только переступаешь порог, все. Все забывается, все идет своим ходом, своим чередом. Ну, скажем так, девушки с разной интенсивностью тренируются, разная посещаемость у них. Не все ответственно подходят к рекомендациям тренеров. Ну, так всегда бывает. От этого никуда не деться. Мы были к этому готовы, мы это понимаем. Но есть те, которые прям замотивированы, которые знают, что чего они хотят. От тренировок, от себя, от тренеров, которым все нравится, которые всем довольны. И я думаю, что вот среди вот таких самых замотивированных наши призы и от наших партнеров и будут разыграны. Так как вообще в целом цель стоит это похудение, поэтому изначально я выбрала круговые тренировки. На них мы работаем со всеми группами мышц. То есть за всю тренировку мы успеваем пройтись по всем основным группам мышц. И, соответственно, так как тренировка вся на пульсе, цель – жиросжигание. Работаем с жиросжиганием. Что можешь сказать вообще про Лену как про участницу? Велики ли ее шансы на победу? Какие результаты за полтора месяца вы смогли достичь? Ну, за полтора месяца мы скинули где-то 2,5 килограмма. В объемах тоже мы замеряли. Есть результаты неплохие. Лена ответственная, посещает абсолютно все тренировки. Выносливая. Несмотря на то, что ей тяжело, старается. Горжусь ей. Самое главное, наверное, не лениться. И тренировка всегда начинается с того, что мы встаем изначально дома с дивана и на нее идем. Борьба накаляется. До финиша проекта осталось совсем немного. Победительницы получат призы и среди них главный – фигура мечты и прекрасное самочувствие. Редактор субтитров А.Семкин